Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Благодарим за предоставленный материал главного редактора сайта МЗК1.ру Дениса Артемова. Биография вора в законе Гоги Ереванского. Биография этого человека охватила очень большой и значимый отрезок российской истории, он успел немало посидеть в сталинских лагерях и в колониях после развенчания культа личности, выйти на свободу и продолжить криминальную деятельность в условиях бурных 90-х, стать одним из старейших воров в законе и сживших на тот момент, и погибнуть вследствие заказного убийства, уйдя легендой воровского мира. Молодые годы. Точная дата рождения Гоги Ереванского, или Гогиун Жлакского, как его тоже называли, осталась неизвестной, но известен год рождения, 1927-й. Родился Гаек Горегинович Геворкян, это уже полное настоящее имя, в городе Ереван, Армянская ССР. Именно там он прожил все свое детство и юность, и там же началась его воровская деятельность. Впоследствии он успел пожить в Баку, Тбилиси, Кисловодске, Москве и даже, под конец жизни, в Нью-Йорке. Получение воровского титула стал вором в законе Гаек Геворкян в поразительно юном возрасте, в свои 16 лет. Доподлинно неизвестно, чем армянский подросток так поразил взрослых воров, что его решили короновать. Причем произошло это событие в Ереване и, насколько можно судить, не за стенами исправительного учреждения, а на воле, то есть паренек, вполне вероятно, даже не попал в специальную колонию для несовершеннолетних, тогда такие колонии называли малолетками. Впрочем, времена тогда были другие, да и кавказские парни рано прийти. Его крестным отцом стал вор Нариман Ереванский. Однако, по невыясненным обстоятельствам, в 1951 году и Гогу Ереванского, и Наримана Ереванского по инициативе Мглобарсега Ереванского перестали считать ворами в законе. Продолжалось это положение до 1959 года, покуда Гайка Геворкяна восстановил в правах законника известный и уважаемый вор Сворав. И больше уже никто никогда не оспаривал титул Гоги Ереванского. Лунжлаг. Известно, что однажды Геворкян был осужден на целых 25 лет, и отсидел их полностью. Столь долгий срок не обязательно говорит о совершении какого-то особо тяжкого преступления. В поздние годы правление Сталина 25-ка оставалось стандартным сроком для большинства уголовных приговоров для совершеннолетних. При этом нет точных дат начала и завершения отсидки этого срока Гогой Ереванским. Но логично предположить, что это было до 1974 года, возможно, с начала 50-х. Так как уже в 1974 Геворкян был на свободе, принимал участие в сходках и совершал подходы к новым ворам. А большую часть срока армянский законник провел в Унжлаге, Унженском исправительно-трудовом лагере. В честь этой колонии он и получил свое второе прозвание Унжлагский. Деятельность после выхода на свободу. Когда Гай Геворкян вышел на свободу, он жил попеременно в Баку и в Тбилиси, иногда наведываясь в Москву. Он принимал участие в церемониях коронации, и одной из причин его известности и уважения к нему в воровском сообществе стало то, что среди его крестников такие впоследствии легендарные люди, как Япончик, Вячеслав Иваньков и другие. Кстати, с Япончиком Гогой Ереванским потом долгое время дружил и сотрудничал, вплоть до начала 90-х. Люди, встречавшие Гогу и Ереванского в 70-х и 80-х, приводили истории о том, что как подобает истинному вору в законе, он помогал в разных вопросах, был внимателен к делам простых воров и, возможно, даже имел влияние на администрации некоторых зон в Грузии и Армении, например, мог договориться, чтобы какому-то заключенному позволили свидание с близкими. В 90-е годы, незадолго до смерти, Гай Геворкян пошел на нарушение понятий, несмотря на то, что всю жизнь их придерживался и чтил, и заимел интересы в сфере торговли оружием, разумеется, нелегальной. Он перепродавал оружие, поставлявшееся в те годы из горячих точек, Югославии и Чечни. Как считается, он хотел оказывать влияние на эту сферу черного рынка в Ярославской области, и, конечно, у него нашлись конкуренты. Убийство Гоги Ереванского. То, как и кем был убит Гога Унжлакский, известно во всех подробностях, убийц нашли и осудили. 19 апреля 1994 года пожилой армянин с тростью в руках шел по направлению к подъезду того дома в городе Ярославль, где он на тот момент проживал. Навстречу ему выбежал киллер с пистолетом в руках, видимо, желающий выстрелить в упор. Но тут сказался многолетний опыт старого вора. Будучи уже пожилым и ограниченным в подвижности из-за болезней, он сумел захватить убийцу за горло, делая попытки второй. Впоследствии дело было расследовано. Заказчиками стали чеченские криминальные авторитеты, которым Гога Ереванский мешал в ведении оружейного бизнеса. Они нашли исполнителей, ими согласились стать несколько человек, работающих в милиции. Возглавил спецоперацию Александр Перепелица, но непосредственным убийцей стал другой человек, Максим Богданов, также являвшийся сотрудником правоохранительных органов. Богданов должен был стрелять по сигналу еще одного подельника, следившего за домом и двором, где должен был проходить Геваркян. Но тот отвлекся, и не подал знак о появлении жертвы. Поэтому киллер растерялся, бросился напрямую к Гоге Ереванскому, когда увидел его сам, и совершил неточные выстрелы в процессе борьбы с ним. За устранение этого человека группа исполнителей получила от чеченцев 15 тысяч долларов. Причем на момент совершения преступления непосредственные убийцы не догадывались, кого им заказали. Только потом, из сводок новостей они узнали, что пожилой человек с тростью был знаменитым вором в законе. Всех убийц после расследования нашли и осудили. Его крестным отцом стал вор Нариман Ереванский. Однако по невыясненным обстоятельствам, в 1951 году и Гогу Ереванского, и Наримана Ереванского по инициативе Мглобарсега Ереванского перестали считать ворами в законе. Продолжалось это положение до 1959 года, покуда Гайка Геваркяна восстановил в правах законника известный и уважаемый вор Сворав. И больше уже никто никогда не оспаривал титул Гоги Ереванского. Лунжлаг. Известно, что однажды Геваркян был осужден на целых 25 лет и отсидел их полностью. Столь долгий срок не обязательно говорит о совершении какого-то особо тяжкого преступления. В поздние годы правление Сталина 25-ка оставалось стандартным сроком для большинства уголовных приговоров для совершеннолетних. При этом нет точных дат начала и завершения отсидки этого срока Гога Ереванским, но логично предположить, что это было до 1974 года, возможно, с начала 50-х. Так как уже в 1974 Геваркян был на свободе, принимал участие в сходках и совершал подходы к новым ворам. А большую часть срока армянский законник провел в Унжлаге, Унженском исправительно-трудовом лагере. В честь этой колонии он и получил свое второе прозвание Унжлагский. Деятельность после выхода на свободу Когда Гай Геваркян вышел на свободу, он жил попеременно в Баку и в Тбилиси, иногда наведываясь в Москву. Он принимал участие в церемониях коронации, и одной из причин его известности и уважения к нему в воровском сообществе стало то, что среди его крестников, такие впоследствии легендарные люди, как Япончик, Вячеслав Иваньков и другие. Кстати, с Япончиком Гога Унжлагский потом долгое время дружил и сотрудничал, вплоть до начала 90-х. Люди, встречавшие Гогу и Ереванского в 70-х и 80-х, приводили истории о том, что как подобает истинному вору в законе, он помогал в разных вопросах, был внимателен к делам простых воров и, возможно, даже имел влияние на администрации некоторых зон в Грузии и Армении, например, мог договориться, чтобы какому-то заключенному позволили свидание с близкими. В 90-е годы, незадолго до смерти, Гай Геваркян пошел на нарушение понятий, несмотря на то, что всю жизнь их придерживался и чтил, и заимел интересы в сфере торговли оружием, разумеется, нелегальной. Он перепродавал оружие, поставлявшееся в те годы из горячих точек, Югославии и Чечни. Как считается, он хотел оказывать влияние на эту сферу черного рынка в Ярославской области, и, конечно, у него нашлись конкуренты. Убийство Гоги Ереванского. То, как и кем был убит Гога Унжлакский, известно во всех подробностях, убийц нашли и осудили. 19 апреля 1994 года пожилой армянин с тростью в руках шел по направлению к подъезду того дома в городе Ярославль, где он на тот момент проживал. Навстречу ему выбежал киллер с пистолетом в руках, видимо, желающий выстрелить в упор. Но тут сказался многолетний опыт старого вора. Будучи уже пожилым и ограниченным в подвижности из-за болезней, он сумел захватить убийцу за горло, делая попытки второй. Впоследствии дело было расследовано. Заказчиками стали чеченские криминальные авторитеты, которым Гога Ереванский мешал в ведении оружейного бизнеса. Они нашли исполнителей, ими согласились стать несколько человек, работающих в милиции. Возглавил спецоперацию Александр Перепелица, но непосредственным убийцей стал другой человек, Максим Богданов, также являвшийся сотрудником правоохранительных органов. Богданов должен был стрелять по сигналу еще одного подельника, следившего за домом и двором, где должен был проходить Геворкян. Но тот отвлекся, и не подал знак о появлении жертвы. Поэтому киллер растерялся, бросился напрямую к Гоге Ереванскому, когда увидел его сам, и совершил неточные выстрелы в процессе борьбы с ним. За устранение этого человека группа исполнителей получила от чеченцев 15 тысяч долларов. Причем на момент совершения преступления непосредственные убийцы не догадывались, кого им заказали. Только потом, из сводок новостей они узнали, что пожилой человек с тростью был знаменитым вором в законе. Всех убийц после расследования нашли и осудили. Впоследствии дело было расследовано. Заказчиками стали чеченские криминальные авторитеты, которым Гога Ереванский мешал в ведении оружейного бизнеса. Они нашли исполнителей, ими согласились стать несколько человек, работающих в милиции. Возглавил спецоперацию Александр Перепелица, но непосредственным убийцей стал другой человек, Максим Богданов, также являвшийся сотрудником правоохранительных органов. Богданов должен был стрелять по сигналу еще одного подельника, следившего за домом и двором, где должен был проходить Геворкян. Но тот отвлекся, и не подал знак о появлении жертвы. Поэтому киллер растерялся, бросился напрямую к Гоге Ереванскому, когда увидел его сам, и совершил неточные выстрелы в процессе борьбы с ним. За устранение этого человека группа исполнителей получила от чеченцев 15 тысяч долларов. Причем на момент совершения преступления непосредственные убийцы не догадывались, кого им заказали. Только потом, из сводок новостей они узнали, что пожилой человек с тростью был знаменитым вором в законе. Всех убийц после расследования нашли и осудили. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok